Строительство школы в 10-м микрорайоне Раменского ведется усиленными темпами. Объект проинспектировали куратор ЦУР Раменского городского округа Роман Терешков и глава округа Виктор Неволин. Когда приехали у себя первый раз зимой, это, конечно, позитива не вызывало. Сейчас мы видим то, что подрядчик нарастил темпы, сейчас уже заканчивается полностью облицовка фасада. Активно идет работа по внутренней отделке помещения, разведены слабые точки, электричество, вентиляция. Ну, то есть, те сроки, которые мы поставили в дорожной карте и в плане графики выполнения работы, они соблюдаются. Есть небольшое отставание по внутренним работам, но сейчас подрядчик нарастит количество людей, строителей на объекте. И те сроки, которые мы обещали людям, то, что к 1 августа мы все закончим, мы войдем в процесс получения лицензии, и 1 сентября сюда пойдут дети. После осмотра зданий и помещений министром и главой местные жители смогли задать им интересующие вопросы о школе. Ключевой вопрос был о сроках и о том, пойдут ли дети учиться в эту школу 1 сентября. Основной вопрос, это, конечно, будут ли выдержаны те сроки, о которых мы говорили. Да, сроки будут выдержаны, увидеть то, что даже за последний месяц та динамика работ, она налицо. Сейчас через 15-20 дней будет завершено уже практически внешнее благоустройство. Здесь появятся дорожки, плитки, спортивное ядро будет завершено. И к концу июня уже полностью с благоустройства рабочие уйдут и уйдут уже во внутреннюю отделку. Сейчас идет процедура закупки оборудования для того, чтобы нам уже с 1 августа начинать школу комплектовать. Карина Абрамова живет недалеко от строящейся школы. Из своих окон она может наблюдать за ходом работы в реальном времени. Мои окна выходят на строительную площадку. Я могу с уверенностью сказать, что работа идет. Во всяком случае, я это вижу вживую. Мне не нужно это обсуждать в чате. Я вижу, как строится площадка спортивная. Я вижу, как проходит остекленение и так далее. Поэтому я думаю, что 1 сентября мой ребенок пойдет в первый класс. Я желаю строителям побыстрее закончить стройку, нам всем успокоиться. И благополучно 1 сентября отметить праздник первоклашки. Подрядная организация значительно увеличила темпы. Над строительством школы трудится около 300 человек. На сегодняшний день школа практически построена на 70%. Темпы строительства сейчас высокие. На объекте работает 286 человек. Да, есть небольшое отставание по отделочным работам. И уже со следующей недели нагонится это общее количество. А так темп высокий. Планируем к концу июля закончить. В начале августа уже передавать, для того, чтобы оборудовать. И уже к первому сентябрю готовить школу. Территория самой школы будет благоустроена. Сотрудники подрядной организации оборудуют места для отдыха и занятий спортом. Спортивная зона у нас есть. Спортивная зона что находится? На спортивной зоне две площадки. Это для тенниса, находится для беговая дорожка, это 100 метров. И находится баскетбольная зона. На площадке самой есть 12 зон. 12 зон это где обустроено будут малыми формами и с территориями озеленения. Сергей Дружинин и Андрей Полстунов для программы «Городские вести». Спасибо. Спасибо.